Великий день победы 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 Ну, до победы. Ну, вот так вот. Так вот, представьте себе, что моя семья пошла вместо... Без меня уже, ну, там жена, дочка, двое внуков. И вот вдруг я вижу... А мы всегда, когда еще в прошлом году ходили, вы смотрите, говорит, в красной рамочке портрет нашего дяди. Старший сержант Хруслав Михаил Константинович. И вот я вдруг вижу этот портрет, вон там сейчас. Ну-ка, ну-ка, где? Где портрет? Вон он, вон он. Бессмертный полк дошел до нашей сцены. Вот, это моя дочка стоит. Два внука. По-моему, супруга там, да. Спасибо, ребята, что пришли. Значит, полк бессмертный дошел и до суда. Это вот бессмертный марш с бессмертным полком. Ну что же, а мы поблагодарим Василия Семеновича еще раз за эту потрясающую душевную песню, да, которую даже вот у нас всех... Это, конечно, офицеры, я перечислил сначала там Павка Корчаевна, Артур Грейн и другие его роли замечательные. Но, конечно, вот это офицеры, это... Я просто называю канонический фильм, канонический. То есть, ваш это что-то... Ну, святой фильм, который будет смотреть еще много поколений. Ну, а мы продолжим наш концерт. И вот есть такие песни, знаете, ну вот... Все военные песни, которые вот мы отобрали для сегодняшнего концерта, они каждый со своим значением. Вот давайте вот вспомним эту песню «Прощайте, скалистые горы». «Прощайте, скалистые горы», «Прощайте, скалистые горы» «Прощайте, скалистые горы» «Прощайте, скалистые горы» «Корабль мой упрямо качает» «Крутая морская волна» «Отнимет и снова бросает» «В кипящую бездну она» «Обратная вернула» «Прощайте, скалистые горы» «Но хватит для битвы огня» «Я знаю, друзья, что не жить не без моря» «Как морю не жить без меня» «Я знаю, друзья, что не жить не без моря» «Как морю не жить без меня» «С суровой походкой матросской» «Иду я навстречу врагам» «А после с победой геройской» «К скалистым вернусь к берегам» «Хоть волны и стонут, и плачут» «И плещут на борт корабля» «Но радостно встретит героев» «Рыбачий родимый наша земля» «Но радостно встретит героев» «Рыбачий родимый наша земля» «Спасибо, спасибо» «Пора в путь дорогу» «Дожди мы вечером, вечером, вечером» «Когда пилотам скажем прямо, делать нечего» «Но приземлимся за столом, поговорим о том о сём» «И нашу песню любимую споём» «Пора в путь дорогу» «Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём» «Над милым порогом» «Кошли серебряным тебе крылом» «Пускай судьба забросит нас далёко» «Пускай и к сердцу только никого не допускай» «Заледи, будут строго» «Мне сверху видно всё, ты так и знай» «Мы парни бравые, бравые, бравые» «Но чтоб не сглазили под руки нас, кудрявые» «Мы перед вылетом ещё их поцелуем горячо» «И трижды плюнем через левое плечо» «Пора в путь дорогу» «Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём» «Над милым порогом» «Кошли серебряным тебе крылом» «Пускай судьба забросит нас далёко» «Пускай и к сердцу только никого не допускай» «Следить будут строго» «Мне сверху видно всё, ты так и знай» «А мы еще весело, весело, весело» «Чего ж ты, милая, курнос и нос повесила» «Мы выпьем раз и выпьем два» «За наши стволные утва» «Но чтоб завтра не болела голова» «Пора в путь дорогу» «Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём» «Над милым порогом» «Кошли серебряным тебе крылом» «Пускай судьба забросит нас далёко» «Пускай и к сердцу только никого не допускай» «Следить будут строго» «Мне сверху видно всё, ты так и знай» «Следить будут строго» «Мне сверху видно всё, ты так и знай» «Пускай и к сердцу только никого не допускай» «Следить будут строго» Мне сверху видно все, ты так и знай. Ты так и знай. Очень надо, конечно, все мы встанем, и минута молчания в память о погибших, миллионах наших сограждан, за то, чтобы мы были вот свободными, молчи. К Николаю Николаевичу присоединяются талантливые, уже ставшие знаменитыми, Рагда Ханиева и Ярослав Буравченко. Аплодисменты! Молодцы! Мы попробуем разложить песню «Землянка» в «Землянке» на троих. Ну, давайте смотрим, как получится. В тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в «Землянке» гармон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали пусты в белоснежных полях, как Москва. Я хочу, чтоб услышала ты, как тоскует мой город живой. Я хочу, чтоб услышала ты, как расхудит твой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. Дать себя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой гармоника в юге назло, заплутавшее счастье зови. Я в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Молодцы! Молодцы, ребята! Молодцы! Спасибо! Ну, а следующая песня очень серьезная. Ну, хочется, чтобы вы подпевали, но я не уверен, что вы хорошо знаете даже и слова от этой песни. Не говоря уже о мотиве. Но она не такая вот, чтобы в народе ее пели с утра до вечера. Как вот это самое, знаете, это... Вот, пора в путь дорогу, ну, вот, вроде всех поют. А это заветный камень. Песня о Севастополе. Чтобы вы еще раз запомнили, что Севастополь это наш советский и российский город, который мы отбивали у турок еще при императорской России. Подписали договор, что Крым на веке будет прилижать России. А потом фашисты напали и выбили. Ну, уж такая была мощь неожиданного этого переломного удара, что оставить пришел Севастополь. Но вернулись, вернулись. И вот эта песня о том, как мы вернулись в Севастополь. Наш советский русский Севастополь. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ ПЕСНЯ Уходит он с волнами споря И грозный соленый бушующий вал А шелку волну за волной разбивал В туманной тайне и видно земли Ушли далеко корабли Друзья-марики подобрали героя Кипела волна штармавая Он камень сжимал по синевшей рукою И тихо сказал, умирая Когда покидал я родимый утес Собою кусочек гранита внес За тех, что давило от крымской земли О ней мы забыть не смогли Кто камень возьмет, тот узкой поклянется Что с честью носить его будет Он первым в любимую пункту вернется И клятвы своей не забудет Тот камень заветный и ночью и днем Матросское сердце сжигает огнем Пусть свято хранит, твой камень хранит Он русскую кровью помыть Сквозь бури и штормы Прошел этот камень И спал он на место достойно Знакомая чайка взмахнула крылами И сердце забилось спокойно Зашел на утес черноморский матрос Кто родине новую славу принес И в мирной дальней идут корабли Под солнцем родимой земли И в мирной дальней идут корабли Под флагом родимой земли Под флагом родимой земли Это наш маленький ремень Звучат аплодисменты, дорогие друзья, Николаю Николаевичу, который получил свой гонорар Поздравляю вас Ну потрясающе, ребята, птичье гнездо изображено Помните знаменитое? И памятник вот этот, ой, как здорово, из Севастополя Спасибо громадное Николай Николаевич, у вас сейчас будет возможность проверить на подлинность эти две купюры Нет, это бесценные купюры, ребят, пусть на них написано 100, чего-то не пойму Но это, конечно, бесценно, бесценно, потому что это память о нашем Севастополе На позицию девушка провожала бойца Темной ночью простились на ступеньку крыльца И пока за туманами и ведьмом паренек На окошке на девичьем все горело гонек Парня встретила славная фронтовая семья Всюду были товарищи, всюду были друзья Но знакомую по лицу позабыть он не мог Где ж ты, девушка милая, где ж ты мой огонек И подруга далекая парню весточку шлёт Что любовь её девичья никогда не умрёт Всё, что было загадано, в свой исполнится срок Погаснет из времени золотой огонёк И спокойно и радостно на душе у бойца И врага ненавистного И врага ненавистного Снова крепче бьёт паренёк За советскую родину За родной огонёк Авиацию нашу В первые же дни фашисты Разолбили половину наших самолётов Прямо на аэродромах Мы не успели даже понять, что пора Взлетать и подниматься В воздух на воздушный бой Танков не хватало И вот артиллерия Артиллерия Она дала настоящий удар И надо из леса, издалека Вот этим самым, значит, таким вот накрывающим огнём А потом Катюши появились вообще Ну то есть артиллерия, конечно Товарищ Сталин сказал, что артиллерия – это бог войны На то время это было справедливо, конечно Бог войны Артиллерия Ну что там было до этого и что будет после, кто знает Вот бог войны, артиллерии Поэтому, конечно, марш артиллеристы Сталин дал приказ Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой Идём мы в смертный бой за честь родной страны Гылают города, охваченные дымом Грелит в седых лесах суровый бог войны Артиллеристы Сталин дал приказ Артиллеристы Зовёт отчизна нас Из многих тысяч батарей За слёзы наших матерей За нашу Родину Огонь! Огонь! Знаем, родная мать, мы знаем, жена подруга Знает далёкий дом и вся моя семья Что бьёт и жжёт врага Стальная наша вьюга Что волю мы несём в родимые края Артиллеристы Сталин дал приказ Артиллеристы Зовёт отчизна нас Из многих тысяч батарей За слёзы наших матерей За нашу Родину Огонь! Огонь! Пробьёт победы час Придёт конец похода Но прежде чем уйти к домам своим родным В честь нашего вождя В честь нашего народа Мы радостный салют В победы час В честь нашего народа За слёзы наших матерей За нашу Родину Огонь! 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 Из многих тысяч батарей За слёзы наших матерей За нашу Родину Огонь! 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 Оoo! Огонь! Такая струевая песня Чудесная! Спасибо! Спасибо. Два слова хочу сказать для тех, кто поначалу и объявлял этого товарища. Это наш белорусский друг, живущий ныне в Москве, выдающийся журналист, написавший две книги о фашистских концлагерях на территории Беларуси. Это была республика, больше всего пострадавшая от всех этих жутких фашистских лагерей. Вот он написал отдельно о взрослых, отдельно о детях, которые выжили в этих лагерях. Ну сколько еще и погибло, конечно. Страшные книги. Но, кстати, это для людей постарше, может, особенно интересно. А Никеев Леонид Степанович, прям замечательно. Он и фото-журналист, и просто журналист. Объездил полмира и в Антарктиде был, и в Африке был. И снимал везде удивительную природу Антарктиды, Африки. Такие альбомы у него роскошные. Но он является президентом недавно созданного в Москве клуба здорового активного долголетия под названием «Клуб 100 лет». На улице Марсова вершина, дом 10. Пожалуйста, мне все просим к нему в гости. Ну, не знаю, обеспечит он всем до 100 лет, но поможет продлить жизнь. Вот так. Молодец. Леонид Степанович, спасибо вам, низкий поклон, за ваши труды. Президент клуба «100 лет». Друзья мои, ну вот сколько профессий на фронте, помимо того, что артиллеристы, летчики, танкисты. Одна из самых удивительных потребностей, ну, нужных-нужных профессий. Шофера, шофера, шофера. Надо довезти снаряды туда, отвезти раненых обратно. В то же время никакой защиты. Летят самолеты, бомбят эти дороги. Сколько погибло оно. А все равно шофер уверен, что пронесет, что он довезет все, что нужно, куда нужно. Песенка фронтового шофера. Полная оптимизма. Подпевайте. Вы ее все знаете, конечно. Песенка фронтового шофера. Песенка фронтового шофера. Не страшна нам бомбежка любая А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Путь для нас к Берлину, между прочим Был друзьям нелегок и нескор Шли мы дни и ночи, трудно было очень Но баранку не бросал шофер Эту дорога вставая Не страшна нам бомбежка любая А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Может быть отдельным штатским людям И эта песня малость невдомек Мы же не забудем, где мы же и будем Фронтовых и съезженных дорог А помирать нам дорожка бомбежка любая А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато А есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер гудит в проводах Только звезды мерцают В темную ночь Ты, любимая, знаю, мне спишь И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Губами Темная ночь Разделяет Любимая Нас И тревожная Черная степь Пролегла Между нами Верю в тебя Дорогую Подругу мою Это вера От пули Меня Тюбной Дочь Ухранила Радостно мне Я спокоен В смертельном Бою Знаю Встретишь С любовью Меня Чтоб со мной Не случилось Смерть Не страшна С ней Не раз Мы встречались В степи Вот и сейчас Надо мною Она Кружится Ты меня ждешь И у детской Кроватки Не спишь И поэтому И поэтому Знаю Со мной Ничего Не случится И поэтому Знаю Со мной Ничего Не случится Молодцы 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 Разложили песни на голоса Вот так Ну это потому что Это все финалисты Известного конкурса Голос дети Кто видит телевизор Сейчас смотрят Это все финалисты Вышли в финал Ну вот Одна песня Которая Ну вы все знаете Прекрасная Она немножко И грустная И там Несколько Одни такие Довольно суровые слова Далеко очень Ушли солдаты От своих родных домов Ушли далеко Уже может быть даже Очистили нашу страну И так далеко От родины Так далеко От своих близких От своих деревень От своих девушек И вот Там такие слова Очень тяжелые были Но нужные очень Я спою так Как пели песни Во время войны И после нее А потом почему-то Из политкорректности Там одно слово Заменили на более легкое Знаете Вот так Представьте себе Если кто-то уехал Далеко от своей любимой На Гавайи На Мальдивы И он ей пишет Там что-нибудь СМС Как или там По Скайпу Говорит Я в далекой стороне На Гавайях На Мальдивах Это понятно На далекой стороне А когда вы Дошли С боями До Германии И говорите Что это В далекой стороне В то время Так не говорили И вот Обратите внимание Как Германия Называется Во время войны Давайте Давно мы Новым не были Горит свечи Огарочек Гремит Недальний бой Налей дружок По чарочке По нашей фронтовой Налей дружок По чарочке По нашей фронтовой Не тратя время По пусту Поговорим с тобой Не тратя время По пусту По дружески Да попросту Поговорим с тобой Давно мы Довно мы Довные были Цветет Родная ель Как будто В сказке Не были За три девять Земель Как будто В сказке Не были За три Девять Земель На ней Иголки Новые Еловые На ней Но не Иголки Новые А шишки Все Еловые Медовые На ней Где елки Осыпаются Где елочки Стоят Который год Красавицы Гуляют Без ребят Который Жовут Красавицы Гуляют Без ребят Без нас Девчатам Кажется Что Звезды Не горят Без нас Девчатам Кажется Что Месяц Сажи Мажется А звезды Не горят Зачем Зорьки Ранние Коли Парни На войне В Германии В Германии В проклятой стороне В Германии В Германии В проклятой стороне Лети Мечта Солдатская Напомни Обо мне Лети Мечта Солдатская Где В Германии Самой Ласковой Что Помнит Обо мне Что Помнит Обо мне Солдатская Горит Свечи Огарочек Гребит Недальный Боль Налей Дружок По чаточке По Нашей Сифра На Та Сифра Спасибо Друзья Спасибо Ну и что же А вот уже Может быть И закончилась Война Закончилась Закончилась Дальний Поход Проклятую Вражескую Стану Закончился Победили Вот А что Дальше Попробуем Послушать Следующую Песню Сейчас Вы Узнаете Очень Трогательно Давайте Подпевайте Тоже Понимаете Как Хороша Следующая Песня Майскими Короткими Ночами От гремен Закончились Бои Где же Вы Теперь Друзья Однополчане Бои Спутники Мои Я Вхожу В хороший Час Заката У Сосновых Новеньких Ворот Может К нам Сюда Знакомого Солдата Ветерон Попутный Занесет Мы Пусть Припомнили Как Жили Как Теряли Трудным Верстом Счет За победу Мы По полной Осушили За друзей Добавили Еще Если Ты Случайно Неженатый Приходи Мы Встретим От души Здесь Здесь У нас В районе Песнями Богатым Где Лужи Уже Больно Хороши Добавили Тебе Колхозов Дом Построим Чтобы Было Вина По всему Здесь Живет Семья Российского Героя Руко Защитившего Страну Майскими Короткими Начальни От гример Закончились Бои Где Живы Теперь Друзья Однополчане Боевые Спутники Мои Где Живы Теперь Друзья Однополчане Боевые Спутники Мои Как прекрасно Развивается Знамя Победы Это же Представляете Что такое Знамя Победы Которые Воздвигли На Покоренный Рейхстаг Наши Сержант Кантария И Сержант Егоров Это Знамя 28 Дивизии Идритского Идритского Полка Такой город Маленький Но оттуда Шла эта дивизия И она имела Орден Кутузова И вот этот Флаг Уже теперь Побывал Недавно На Северном Полюсе Мы там Развернули Ее Гигантскую Копию Тысячи Квадратных Метров На Северном Полюсе Знаете Сначала На Поклонной Горе Потом В Москве В самом Центре Города Потом Отвезли На Северный Полюс Пусть Все знают Что существует Вот этот Флаг Мы его Помним Мы его Знаем И мы Его Защитим Это Флаг Удивительный Смотрите Вот там С серпом И молотом Да И когда Мы развернули Его Первый раз На Поклонной Горе Знаете Что Прогляшло Там То есть Со спутников Все видно И вот Американский Спутник Снял Этот Красный Флаг С серпом И молотом И там В ЦРУ Значит Говорят Слушайте Там Что Советская Лайшоль восстановил Серп и молот Значит Испугались Жутко Потом Смотрят Значит Кутузов Написано Они не знали Что Кутузов Быстро полезли В словарь Кутузов Это кто Наполеона Разбил И выгнал Из России Там Кутузов У них Появился Вот так Пусть боятся Пусть боятся Вот Москва Вот ее Я сказал Что с юга Пытались Обойти Москву Фашисты И нарвались На Рязань Мы там Были В Рязани С матерью Она работала В военном госпитале И вот Мы лазили Каждую ночь В подвал Дома Бомбоубежища Не было Прятались В подвалах А фашисты Подлетали На самолеты Но такой Был загранили Огонь С Кремлевского Вала Зенитки Так били Что Они боялись И сбрасывали Большую часть Свою бомбовую запас Туда В пойму Реки Оки И улетали Обратно С бомбами Большинство Уже не знают Двадцать шесть человек Отвезли Через Каспий Я вот только По этому пути Проплывал На корабле Через Каспий Поперек Там В песках Под Красноводск Мы всех Расстреляли Зашли Жуткая история Ну это была Гражданская война А здесь Значит Вот стояла Круппа Героев Панфиловцев Это была Такая Вот вы детали Не знаете Эта история А мы Поскольку Вот там Где сейчас Надолбы Громадные Стоят В Шереметь Вы помните Мимо проезжаешь Такие громадные Это уже Гораздо Больше Настуральных Надолбов Надолбы Такие Сложенные рельсы Вот так вот Спайные Чтоб танки Не прошли Танк Нарывается На такую штуку И рвутся Гусеницы И вот Значит А здесь Вот такое Символическое Это надо Последить Дальше Фашисты Не прошли И вот Эта Группа Панфиловцев Их было 29 Между прочим И был комиссар Клочков Который сказал Товарищи Позади Москва Отступать Дальше Некуда Ну действительно Отступали Отступали От границы До самой Москвы Позади Москва Отступать Некуда Это вот Наш Рубеж Отсюда Мы не уйдем И вы знаете И было их 29 Вот сейчас Мало кто это вспоминает Сейчас я заодно Напомню детали Этой Трагической Но героической Истории Знаете Вот 28 28 человек И И от 29 Их там Значит Клочков Говорит Все ребята Отсюда Не уходим Оттуда Эти самые Фашисты Из окопа Кричат Рус 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 Можете У одного Из них Не выдержали Нервы Он Встал Из окопа И пошел Подняв Руки Туда В сторону Немцев Вам сказать Что случилось Через 5 секунд Ну конечно Наши его Застрелили Просто тут же И правильно Сделали В это время Уже предательство Ну не проходит На глазах У людей Не проходит Вот его тут же Свои Так пристрелили А Клочков И вся его группа Стояли Все погибли Но фашистов Не пропустили И в Москву Ни один фашист Не вошел А какие были Героические Вот С Подольска Шла Громадная Танковая группа А войск Нет регулярных И взяли Два Кадетских Или как это Артиллерийское училище Пехотное училище Военное Подростки Ребята Всем сказали Вот вам все Учебное оружие Встаньте И Придет подмога И через 5 Да И вот эти Курсанты Училища Ребята Совершенно Конечно Ну чуть-чуть До призывного возраста Они встали там И все погибли Как один Но не пропустили Фашистов Знаете Вот даже Последние Вот такие Героические порывы Наши Позволили Нам защитить Москву А что случилось Напрямую По Можайской дороге Вот не все еще знают Историю Фильм может быть Сделают об этом Представляете Вот Стоит уже Наш штаб Где-то там В ближайшем Подмосковье Прилетает Летчик Оттуда Разведчик И вдруг Прилетает И говорит В штаб Докладывает Заходит Там идет Колонна Фашистских танков 60 танков Идут С живой силы Прямо на Москву От Можайска Сюда Ну знаете Несколько часов Может быть даже Доехать Танками До Москвы И в это время Вдруг его Этого Это говорит Паникер Кто-то говорит Паникер Паникер А паникерство В те времена Рассматривалось Как предательство Расстрелять его Кто-то сказал Значит его выводят Летчика И навстречу Вы понимаете Вот бывает же такое Георгий Константинович Лично шел Он тут только что Осваивался Как удержать Так сказать Москву Как ее защитить Он был вообще Удивительный Так сказать Полководец Он спросил Что случилось Да вот паникер Тут говорит Что там Фашисты Так срочно Еще раз Вместе с ним Летите сами Кто сказал Что паникер Пусть он покажет Вот эту колонну Самолетом Вместо того чтобы Его там расстреливать Послали И увидели эту колонну Она за это время Пока выясняли Еще проехала Там Киев 20 И тогда вдруг Подходит Группа Новобранцев Но подготовленных С гранатами С автоматами В маскхалаты Даже в белую Знаете Зима была Это же вот Самый-самый Декабрь Тот самый И вот Георгий Константинович Выходит К ним Говорит Товарищи Фашистская Танковая Группировка Идет на Москву Ничего другого Нет Кроме вас Вот сейчас Пришедших Из Сибири Подтянулись Видите Когда была Эта Аммобилизация Кто-то в Сибири Пока их сюда Привезешь Войска Там уже Немцы Вон под Москвой Подошли Значит Вот Говорит Сейчас Задание Остановить Эту танковую Группу Вы Садитесь Самолеты Вас Самолеты Везут туда Да Везут туда И Вы Сбрасываетесь На эту Танковую Группу Стреляете Из автомата Кидаете Гранаты Остановите Эту колонну Маленькая Деталь Маленькая Деталь Ну может быть Он не говорил Слово Маленькая Деталь Одно Условие К сожалению Парашютов Нет Ну представьте Вот сейчас Надо лететь А парашютов Нет Где Сылать Кому-то Письма Говорить Давайте Парашюты Откуда Неизвестно Да А колонна Приближается Он говорит Задание Вас сейчас Самолеты Везут Прямо Над Вершинами Деревья Прыгайте С самолетов Без парашютов Стреляйте Еще с воздуха Из автоматов По этой Боживой силе Противника Сбрасывайте Гранаты Все Товарищи Это Конечно Решение Очень жесткое Но я Предлагаю Кто Согласен Лететь Два Шага Вперед И Весь Полк Сделал Как один Человек Два Шага Вперед И вот Представьте Себе Конечно Тоже По аналогии С панфилотцами Ну Если бы Кто-нибудь Не сделал Этих Двух Шагов Ну Понятно Что с ним Случилось Правда Все остальные Которые были готовы Отдать жизнь За отчизну И вдруг Кто-то там Струсил В те времена Решения были Такие Военного времени Жесткого Военного времени И они полетели Они прыгали Ну кто поломал Ноги Руки Кто так Кто все-таки Удачно приземлился В этот самый В снег Глубокий Это был декабрь Остановили То есть вот видите Столько было жертв Чтобы остановить Пробегающихся Фашистов И вот в декабре Уже В декабре Первый Вот мы в это время Выдвинулись Мои родители Выдвинулись Вот ближе к фронту Перед Москвой Там лаборатория Была по производству Лекарств Для фронта И вот Мы сидим В одной деревне А в соседнюю деревню Уже заезжают Разведчики Фашисты На мотоциклах Те деревенские К нам заезжали Все попрятали Дома Нету сейчас Войска здесь Не стоит Никакого войска Понимаете Фашисты там И не пошли они А От этому Два Две причины Были Первая Вы знаете Что Сейчас Нас Передает Погоду Знаете Погоду Передает Человек Вот такой Симпатичный В очках С бородкой Самый умный Такой наш Метеоролог Из университета Он Рассказывает Что сделали Анализ Декабрьская Среднемесячная Декабрьская Температура За 200 лет 200 последних лет 1800 года По 2000 Мерили Уже Метеорологи Работали Всерьез Все Среднемесячные Температуры Известны Да Вот 200 лет А Что Да Вот видите Говорят Что уже По времени Пора Петь Знаете 200 лет Да Знаете Этот график Какой Среднемесячная Температура Декабря Колеблется Выше Ниже Выше Ниже Выше Ниже Да И вдруг За 200 лет Только два года За 200 лет Температура Опускалась До минус 40 градусов Вот такой вот Сброс Раз В одном Столетии Раз В другом Столетии Вам подсказать Какие это были годы Декабрь 1812 И декабрь 1941 Года Это как Как это можно Объяснить Ребята Подумайте Как это можно Объяснить Воля Божья Вот так Другого Другого Объяснения Что значит Вот чтобы Спасти Москву Еще Господь Помог Ударить Такими морозами По фашистам Вот Спасибо Всевышнему За такую Морозную погоду Которую русские Выдерживают А фашисты Нет Это тоже Помогло И Наполеона Прогнать И Не пустить Фашистов Вот Поэтому Гимн Москвы Гимн Москвы Куранты Куранты Я по свету Немало Хаживал Жил Земля Как лако По тайге Вот Торонин Был Безаживо Знал Раздругу Любил В тоске Но Москвой Я привык Гордиться И везде Повторял Я слова Дорогая Моя Столица Золотая Моя Москва Я люблю Подмосковные Рощи И мосты Над Твоей Юрикой Я люблю Твою Красную Площадь И Кремлевских Уранов Войн В городах И в далеких Станицах О тебе Не умолкнет Молва Дорогая Моя Столица Золотая Моя Постма Мы Запомним Суровую Осень Скрежет Танков И Бот Лет Штыков И Как Будут Жить Двадцать Восемь Самых Храбрых Твоих Сынов И Врагу Никогда Не добиться Чтоб Склонилась Твоя Голова Дорогая Моя Столица Золотая Моя Москва Неправа Дорогая Моя Столица Золотая Моя Постма Неправу Никогда Не добиться Чтоб Склонилась твоя голова, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва. Дорогая моя столица, Золотая моя Москва. Спасибо! Спасибо! Спасибо большое, Николай Николаевич. Ну, далеко не уходите, потому что мы с вами подошли к кульминации сегодняшнего праздника на этой сцене перед Москвариумом. И мне хотелось бы прямо сейчас пригласить всех наших участников из суперпроекта «Голос. Дети». Николай Дра... У меня один раз журналист был, юбилей мой какой, пресс-подход был. Он говорит, Николай Николаевич, какой-то ерник так решил, значит, «А вот вы не боитесь в таком уже возрасте впасть в детство?» Вот, ну, вроде и смешно так поиздеваться над стариком. Я говорю, «А я из него и не выпадал, нет». Так что я в детстве с вами. Тогда я не ошибся. Слава Богу. Итак, дорогие друзья, отдельные аплодисменты давайте еще раз подарим великолепным нашим артистом, юным артистом. Лев Акселерот. Ивайла Филиппов. Ярослав Буравченко. Юлия Кондрашенко. Рагда Ханиева. Арина Данилова. Мария Панюкова. Дмитрий Кондаков. Потрясающие, великолепные, неповторимые музыканты. Red Square Band. Это Красная площадь. Красная площадь. Николай Николаевич Дроздов. Ну и ваша покорная слуга Михаил Щепкин. Сегодня с трех часов здесь танцую, говорю, вместе с вами. Михаил с трех часов. Да, Михаил с трехчасовой. Можно так же так назвать. Дамы и господа. С особым трепетом хотелось бы объявить заключительную песню, которая была написана к 30-летию Победы. И вы знаете, совсем не верится. Кажется, что она была написана сразу в тот самый день, когда Победа, когда мир вновь вернулся в Советский Союз. И очень хочется, чтобы эту песню мы все с вами исполнили все вместе. Память о тех, кто подарил нам этот мир, подарил нам эту жизнь и подарил прекрасную Россию, в которой мы с вами все сегодня живем. Давайте стоя и очень громко. День Победы! 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 Дни и ночи у мартеновских печей Не смыкала наша Родина очей Дни и ночи ведь мы трудно любили Этот день мы приближали, как молнии Это день победы, поля как пропад Это праздник с сединою на листах Это радость со слезами на глазах День победы День победы, день победы Здравствуй, мама, возвратились мы не все Босикомы пробежатся по России Пол Европы прошагали пол земли Этот день мы приближали, как могли Этот день победы Порохом пропад Это праздник с сединою на висках Это радость со слезами на глазах День победы, день победы, день победы День победы, день победы Браво! Спасибо, друзья! Спасибо! Спасибо! С днем победы! Спасибо! День победы! День победы! День победы! Пиналисты проекта «Голос дети» Red Square Band Николай Николаевич Дроздов Мира вам! Мира над вашей головой! Мира над вашей головой! Чтобы никогда больше не было войны Но если уж затеют Путь берегутся Я надеюсь, что фестиваль Споемте вместе Победа песни Станет традиционным Одними помидорами они не обойдутся Если что Помните, да? Вот так Готово! 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 Мира на Сен-мир-йд